Дыры в личном бюджете из-за дорожных ям. Автомобилисты жалуются на выбоины на улицах в Торчермета. Мол, из-за этого у них в карманах шаром покати. Деньги приходится отдавать шиномонтажникам. Однако ремонтники уверяют, что закатывают дороги в новый асфальт. Коротской дозор выехал на помощь и рассказал, куда обращаться с претензиями. Этот участок дороги водители называют проклятым местом. После проезда, по нему говорят, машине требуется серьезный ремонт. От проезжей части здесь одно название. Тут в пору соревнования по экстремальному вождению устраивать, шутят водители. Между ямами автомобилисты лавируют, как на автодроме. Но это в сухую погоду. Во время дождя, когда дорогу заливает водой, риск сесть в лужу возрастает. Постоянно и диски заминаем, и колеса летят. И вот такие дороги, я не знаю, за что мы платим налоги. В этом районе нагрузка на дороги все время растет. Домов становится больше, машины и ям тоже. Вот до чего докатились, жалуются местные. Там вот одностороннее движение. Это всем машинам приходится по кругу ездить, объезжать, потому что напрямую не проехать. И все едут по этой дороге. Но состояние, конечно, не очень. Хотелось бы лучшего. Но, по словам чкаловских дорожников, они и так работают в круглосуточном режиме. На военные еще выходные изъяло яма, в которой оставили колеса и тысячи рублей несколько водителей. Сегодня от нее не осталось и следа. Ямочный ремонт кипит на Шварца. Дорожники пришли сюда, досрочно выполнив план по ремонту объездной. Чиновники заверяют, ни одна дорога на второчермете не останется без внимания. Даже пасмурная погода работам не помеха. Если дожди, будем смотреть характер ям. Глубокие ямы мы засыпаем временно асфальтовой срезкой. А если ямы не глубокие, то мы их оставляем до наступления более благоприятной погоды. О ямах, что встретились на вашем пути, следует сообщать в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005. Эту заявку передадут соответствующую администрацию района, где незамедлительно будут приняты меры на ее выполнение. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.